Информирует Друковский Владимир Леонидович, начальник управления ЖКХ города Горлова. Однако наши внутриквартальные проезды, которые находятся у нас в неудовлетворительном состоянии, это так называемые разрытия. У нас оформлено разрешение в управление жилищно-коммунального хозяйства нашим контрагентом всего 617 разрешений на проведение земляных работ, это с начала 2016 года. Горловское управление Горгаза 108, из них в работе еще 5 объектов. Горловский теплосель 141, из них 91 выполнение работ на внутриквартальных проездах. КП «Уголек» 133, еще в работе 12, и компания «Вода Донбасса» 210, из них 24 на внутриквартальных проездах, где нарушается асфальтовое покрытие. Физлистами 24, 5 в работе, треск «Донбассстрой» это по победе 134В, одно развитие. В чем здесь проблема? Здесь есть как объективная, так и субъективная причина того, что на сегодняшний день происходит. Сказать, что мы не обращаем на это внимание, я не могу это сказать, потому что еще с мая месяца мы ту вырубку, которую получаем от физирования наших дорог, распределяем и по коммунальным предприятиям, по заявкам районных администраций, и предприятиям теплосетей и водоканалов, для того, чтобы они нормально планировали то, что они разрыли. В свое время, это с 2000-х годов у нас идет эта ситуация, когда выполнялись работы на сетях коммунальной собственности. Это тепловые вода, которых у нас на балансе было 2000. Горловский горсовет не выделял деньги на ремонт асфальтового покрытия после выполнения этих ремонтных работ. Но если на сегодняшний день горловская теплосеть и компания «Уголек», они стараются там, где есть асфальтовое покрытие, делать это ремонт сетей протяжкой, для того, чтобы его не разрушать и за свои деньги не восстанавливать, поскольку в том разрешении, которое мы выдаем, там четко написано, как планируется после выполнения ремонтных работ, и какие штрафные санкции грозят руководителю предприятия за невыполнение этих работ. То по компании «Ладон-Донбасса» у нас на сегодняшний день, конечно, очень большие проблемы, потому что то, что разрывается, зачастую, если и планируется, то очень некачественно. На сегодняшний день можно посмотреть тротуары по улице Гагарина с вывернутыми бордюрами, и хотя мы давали выводку на ликвидацию последствий разрытия, в любом случае просто была эта грязь присыпана, бордюры не восстановлены, и работы выполнены некачественно. На сегодняшний день, вчера мы обсуждали с районными администрациями, естественно, один отдел благоустройства, работу по мониторингу за всеми этими разрытиями, там 4 человека, которые на сегодняшний день работают, выполнить не сможет. Поэтому нужна помощь районных администраций для того, чтобы промониторить все те разрытия, которые, вот 617, которые нам выдавались, и по каждому отдельно составить акт для того, чтобы потом принимать меры по ликвидации и по наказанию виновных, которые не устранили эти последствия. Алексей Александрович, сколько у вас разрытий было? 161 с начала года. В смысле с начала года? На сегодняшний день сколько разрытий лежит? С начала года не знаю. Нет. 172 заявления было, значит, не все они выполнялись еще, то есть они там срочки какие-то. На сегодняшний день не зарытых, то есть разрытия не приведены в порядок 20, из них ГТС 1, вода Дорбасса 18, у Варёка 1. Вот 20, не те, которые требуют работы, то есть заявки. Еще раз, сколько разрытий в районе? 172? 172 эти заявки, ну вы же поймите, они заявку мы подписываем, они могут не выполнять, или дальше идет согласование с УЖКХ, УЖКХ им не дает. На сегодняшний день у нас 172 заявки. Заявки 172, то есть разрытий меньше? Да, по-русски. А где я прошу? У вас сколько в районе? В районе в настоящее время 43 разрытия, 29 компания «Вода Донбасса», 1 горловский рейс, 13 теплоснабжающие организации. Владимир Ленин, кто конкретно знает, сколько разрытий в городе на сегодняшний день? Чтобы вы понимали, в неделю «Водоканал» делает заявку на не менее 30 разрытий. И всего 66 вы докладываете. 617 зачем нам? Они закрыты уже. Я на сегодняшний день говорю о 24-й день, разрытиях, которые... Вы реально знаете, сколько сейчас сесть, проехать со всем главам района по районам? Вы знаете, сколько разрытий фактически на сегодняшний день? Чтобы я задал второй вопрос. Ну, знаете или нет? Алексей Александрович, сколько у вас реально? Я хочу чуть-чуть подумать. Игорь Владимирович. Ну, вот наше последнее обследование 20 разрытий, те, которые нужно сейчас... Пожалуйста, из 66, что 20, сколько Калиновка? Павел Владимирович, я назвал вам цифру «Водоканал» 24. Это те, которые на внутренних квартальных проездках. Я не беру те разрытия, которые имеют посадки на землоке. Как обслуживаются эти разрытия на сегодняшний день? Вот оно есть. Оно закрыто лентой относительно безопасности. Да, закрывается лентой. Ну, вы уверены в этом? Ну, вы же их даже не обследовали. Скажите, пожалуйста, 617 с начала года, сколько из них закрыто? И что сделано? Облагоустроено или асфортировано? Из 617. Я хочу на 250 цифру, я районам доверяю, они знают, примерно ходят. И то это не актуальная информация. У нас идет за учет дурного ответа. Так я задаю вопрос. Когда вы последний раз звонили начальнику или ваш ответственный сотрудник, соответствующим начальникам отделов по районам, если у них есть оперативная информация? Ну, я так понимаю, она тоже искаженная? Потому что ордера выдает благоустройство, правильно? Совершенно верно. Вы же это разрешение попробовали. Совершенно верно. Зрешение информации не их нет. А как так? Теперь еще раз ответьте мне. А благоустроены или заасфальтированы? Сколько из них? Все благоустроены, потому что работы по асфальтированию не проводились. С 133, те, которые давали с разрешения, и 12 еще не окончены. По компанию «Валют» из 250 дней на внутриквартальных проездах 24 не было русских. А «Водоканал»? Я по компании «Водоканал» 20 сказал. 24. 24? Да у них 30 заявок в неделю. Я сказал на внутриквартальных проездах. У них 24 в неделю. Да, это может быть где-то населенные зоны. Владимир Владимирович, я цифру сопоставил вместе с общественностью. Что-то как-то не сходится. Кто у вас отвечает из ваших сотрудников за выдачу? Еще раз. Мудрый Галина Георгиев. Значит, у нее должен быть прямой контакт с соответствующими руководителями по районам. Контролирует она. Но на земле работают районы. Контакта ноль. Это первое. Второе. Очень важно. До конца недели, до пятницы, до субботы. Проанализируйте, сколько выдано и сколько разрытий на сегодняшний день не закрыто. А по закрытым, сколько облагоустроено. Благоустроено, извиняюсь. Или заасфальтировано. И если такая ситуация есть, значит будем задавать вопросы поставщикам услуг. В том числе по асфальтированию. Что разрытие исключительно на земле, на асфальте не происходит. Просто вы доложили пять минут назад, что асфальтирование не осуществляется. Ну, извините, но смею засомневаться. Но есть же на асфальтном участке пешеходно, внутри домовой территории асфальта. Там, где это возможно, теплосети. Ну, вы сказали нам всем, не мне же одному, что асфальтирование в принципе не осуществляется. Теплосети стараются делать проколы. И асфальтовое покрытие не будет. А там, где они ходят, ну, давайте возьмем, например, улица Лавария. Там, где теплосеть меняла свой город. Они закрыты, участок асфальтовый, который разрушен, закрыты дорожными плитами. То, что такая же ситуация по улице Маллиновка. На ряде других объектов. Они это понимают. Единственное, вот, самая сложная проблема, это у нас парадон. У которых, которые не закладывают деньги на асфальтирование. В лучшем случае, когда у них был щебень. Они подсыпали это щебнем. В этом году мы... Владимир Владимирович, при всем уважении, давайте не будем делать виновными одного из серьезных наших участников процесса благоустройства водоканала. Мы, как минимум, на берегу до нашего аппарата, но с ними не обсуждали этот вопрос. Ни с главой, ни со мной не сгорбатываем, чтобы здесь это делать. Если у водоканала не заложено, мы должны об этом знать и решать этот вопрос. А не здесь, в присутствии общественности, делать с них виновными. Значит, я бы вас попросил от имени главы еженедельно, делать анализ разрытия. Ваш подчиненный, подчиненный, имеет прямой контакт, обязан с соответствующими руководителями подразделений в районах. Районы эту информацию также знают. Значит, сколько выдано с начала года и за неделю. Сколько зарыто, сколько благоустроено, сколько не зарыто. И как огорожено. Ленты и так далее. То есть о безопасности передвижения населения. И самое важное. Там должны стоять три подписи на первой стадии работы. Либо главы районов, либо этих начальников соответствующих. Пожалуйста. То есть районы на земле помогают выполнять вам ваши непосредственные обязанности. Меня очень волнует не там, где зарыто и благоустроено, а там, где ничего не сделано. И я больше чем уверен, что поставщики услуг готовы это сделать и делать. Просто мы должны контролировать.